Сегодня, значит, приступила на эту комнату, все высохло. Стены высохли, они стали колорировать на ночь. Вот, два дня очень сохли тут. Вот, моя штукатурочка, теплон ЮНИС, белый болт, ребят, высох. Вот, и все нормальненько. Вот, я уже отшкурила сейчас две стены. Значит, в основном я шкурила вот на брусочке 160 на 85. Ручной брусок, шкурочка на тряпке R40. Отлично, ребят, то, что надо. Это шкуриться очень легко, как витамин LR+. Вот, но у меня есть шлифмашинка. Вот, Деволт я себе купила. Зимой я шлифовала чашу ванной. Вот, вот есть у меня Деволт. Тоже шкурочку, тоже такую же. На липучке я сюда насадила. Тоже R40, на тряпке, на липучке. Вот, вот могу вам показать, как работает шлифмашинка. У меня регулируются обороты. Вот, лёгкая она в руке. Вот, 280 ватт тут. Вот, регулируются обороты. Есть вот полисборник. В общем, рекомендую. Длинную очень. Шнула у неё, 6,5 тысячи. Я в неё зимой отдала. Вот. Ну, у кого нет таких возможностей и желания, ребят, если для своего личного пользования, вам достаточного для этой штукатурки, вот ручной брусочек. Рублей 150-130 он стоит. 161 на 85 очень хорошо лежит. Вот, у женской руки мне вот такая вот. Не больше, не 210, а вот этот вот. 161 на 85. Вот. И один лист шкурочки. Вот их три обычные. Вот три вот таких полоски. Рублей 50 стоит. R40, она на тряпке. Вот, достаточно. Вот на комнате, что мы с ними поднимем. Значит, как я поступаю? У нас себе фильтры, предфильтры, полумаску. Обязательно, ребят. Вот, плоток, длинные рукава. Я шкуру. Вот. Круговым движением затираю, плоскость ввожу. Самое главное, ребят, я ничего не отметила, вот, отдельным пунктом. Сейчас вот обращаю ваше благоценное на это внимание. Что вот шкурочку, использованную какой-то вот, шкурку, вот, можно уже смотать для углов. Вот, вам нужен будет кусочек. Вот, чтобы пройти угол. Значит, угол же режется в обоих. Он же не забудется целым полотном. В углу он режется по шпателю. Уголок надо обязательно пройти. То есть, вот, вот так вот я скурю. Вот, веду по этому, по этой стороне в угол прям, плотную. И по этой стороне. Вот. И получается уголок остренький. Никаких наплывов тут нету. То, что надо. Потому что, когда будешь резать по шпателю вот в угол, там все равно два миллиметра заходишь на каждую сторону. Но уголок должен быть хоть как-то сформированным. Вот. И еще, ребята, знаете, что хотела насчет батареи вам сказать? Трубы отопления. Я красить их не буду, поскольку я сегодня буду еще шпаклевать. Огнишим. Вот. Трубу отопления тоже берете эту шкурочку. Вот. И вот так шкурите. Вот с такой вот шкурочкой. И сзади тоже вот так вот. Вот так. Труба в одну же куру пройдена, без этих пенок. Тогда вы ее покрасите, она отличная будет. Так, ребята, смотрите, что я делаю. Я налила грунтовку. Вот, я купила, в этот раз заказала грунтовку. Ну, смотрите, вот ТЭКС глубокого пронотновения два в одном. Универсал для наружных и внутренних работ. 5 литров до 56 метров. Можно водой разбавлять этот консервант. Вот. Значит, я, что я налила платок. Вот. Франзовый лилон у меня на валик. Вот. И, ребята, вот, значит, пока я тут налаживала, я уже ничего не буду давать. Я все отшкурила шкурочкой, а с сороковой. На брусочек. Маленький. 160 на 85. Вот. Все нормальненько у меня получается. В общем, хозяева довольны, ребята. Завтра они будут переезжать в эту квартиру. Вот. Поставить его. Вот. И через какое-то время сказали позвонить, чтобы поклеить. Вот. То есть сейчас будут стены прогрунтованы. Вот. И в ней еще осталось мешок. Вот. Батарейную. Отштуклевать. Я ее уже с утра сразу зачистила, как пришла шкурочкой. И прогрунтовала маленьким бойликом. Вот. Скорее, у меня все чугунные. Вот. И, в общем, все хорошо. И так сохнет хорошо. Вот. Ну, правда, калоритор. Я им сказала, поставьте масляник. Потому что плохо. Сохло. Если бы они дополнительные тепло не поставили. Вот. Не высохло бы. То есть я тут в среду не приходила. Вот. Сейчас грунтуру раскатываю. Иду, как все-таки у меня в розетке лежат. И вот кисточкой отвожу. Вот, куда я не дохожу. Увы. И внизу плитуса. Вот я кистью отвожу. То есть вот впервые я в розыске отвожу. Вариком. Вот. А потом беру кисточку. И кисточкой в розетку углуки. Возуца. И сверху. Чтобы лобом хорошо будет наклеен. Чтобы все будет погрунтовано у меня. Да, еще, рекоменду, я вам хотела сказать. Я проходила обучение. Вот еще не готовы. Вот. В технах. Вот. Был там технах такой, Михаил Иванович. А тут недавно мне попало на ютубе. Про грунты. Другой уже там человек рассказал. Говорю, молодой возраст сказал. Так вот. Короче, у него был, значит, такой посыл. Что грунтовки нету. Не придумана пока универсальная грунтовка. Вот. Что все-таки вот грунтила сказала узкая направленность имели. То, что для цементного пола подходит, не всегда подходит для пиксового стена. И, значит, еще что я сказала. Что, допустим, у грунтовки сроки 6 часов. Как написано там на ветре где-то было, наконец-то. Это встает пленка образуется. И которая вот потом повышает адгезию прилипания следующего нашего слоя. Существующего. Вот. Что надо это время выдерживать? Первое. И второе, если хотите еще прогрунтовать, вам показалось, что вот мало вы нанесли, вот. То надо грунтовать. Пока вот эти 6 часов не прошли и мокрые полотки. Потом уже грунтовать не надо. Вот. А желательно вообще, ребят, покупайте нормальную грунтовку. Не коммуйте деньги. Я понимаю, срочно затратное производство. Вот. Это водородие, это грунтовка. Покупайте грунтовку немного, сухой остаток большой, высокий. Вот. Если грунтовка там сухого остатка мало, то хоть 100 раз грунтуй, столько от этой грунтовки и много. Покупайте проверенные производители. Вот. И будет тогда вам быть счастье. Сейчас, ребят, я загружу вот этот пятачок, углы прохожу. Вот. И все. Сгрунтовка закончена. И потом я вам покажу, как я буду шпаклевать нишу. Вот. И все. До сегодня все. Они сказали, можешь набирать. Сами они приберутся. Вот. Так что сегодня я заканчиваю, ребят. И ухожу, забираю этот инструмент. Когда они не подняли, пойду поклею его. Обоих еще нету, клея нету. Они сейчас, ну, переезжают. Вот, что я говорю, переезд, честно. Моя стройка. Так, ребята, ставим лайки. Пишем комментарии. Все. Все. Спасибо. Продолжение следует...